Жорж Семенон. Улица Пигаль. Если бы кто-нибудь случайно зашел к Марине, он не увидел бы там ничего, кроме пламени, бушующего в печурке. Люсьен, хозяин заведения, в теплой бельгийской фуфайке, в которой он казался ниже ростом и плотнее, стоял за прилавком, роясь в своих бутылках, переливая что-то из одной в другую, вновь затыкая их пробками, проверяя прокладку крана. И если он казался хмурым, то это можно было отнести за счет раннего часа и скверной погоды. Потому что утро выдалось серое и неожиданно холодное. Так и хотелось уйти из-под снега и забраться в теплую постель. Было около девяти утра, и улица Пигаль выглядела довольно пустынно. Случайный посетитель, несомненно, задался бы вопросом, кто этот плотный господин в теплом пальто, который курит трубку, прислоняясь спиною к печке и согревая в руке стакан с чем-то крепким. Ему бы и в голову не пришло, что это комиссар Мэгрэ из уголовной полиции. На полу он заметил бы уборщицу-бретонку Жюли с вечно испуганным видом, с лицом покрытым веснушками, одетую в грязной лохмотья. Она как раз протирала ножки столов. Ресторанчики на улице Пигаль редко открываются рано. Уборку еще не закончили. Всюду стояли грязные стаканы, а на кухне через приоткрытую дверь можно было видеть хозяйку Марину собственной персоной, еще более грязную и замызганную, чем прислуга. Все вместе выглядело мирно, почти по-домашнему. За столиком в глубине зала сидели двое мужчин. Но и у них был не слишком зловещий вид, хотя им не мешало бы побриться и переменить костюмы, в которых оба явно провели всю ночь. В самом деле, случайно вошедший посетитель увидел бы обычный ресторанчик точно такой, как все прочие, ресторанчик для завсегдатаев, не очень чистый, но и не слишком отталкивающий в это зябкое утро. Он бы изменил свое мнение, увидев, как Мегре, углядевший на вешалке пальто из верблюжьей шерсти, принадлежавшей одному из посетителей, вдруг ринулся к нему, сунул руку в карман и, неудивившись, немало вытащил оттуда американский кастет, а потом произнес самым благожелательным тоном. — Эй, крестьяне! Это та самая штучка! Полчаса тому назад, как только Мегрей явился на набережную Орфевр, его позвали к телефону. Звонивший настаивал на том, чтобы переговорить лично с комиссаром. Человек этот явно пытался изменить свой голос. — Это точно вы, комиссар? — Так доложите своим. Сегодня ночью у Марине была пальба. Если выберете минутку туда заскочить, то, возможно, встретитесь с вашим дружком-крестьяне. А может, вам придет в голову спросить у него, как поживает Мартино? Знаете, тот малыш из Антиба, у которого брат только что отбыл в Гвиану. Через пять минут Мегрей выяснил на центральной телефонной станции, что звонили из табачной ловчонки на улице Нотр-Дам-де-Лоретт. Через четверть часа он уже выходил из такси на углу улицы Пегаль в тот самый момент, когда ручейки, текущие вдоль тротуаров, несли в себе более всего бензина. Мегрей еще ничего не знал, но готов был поклясться, что дело серьезное, возможно, даже очень серьезное. Доносы подобного рода редко бывают ложными. Доказательства тому он получил тотчас же, пока не спеша брел по улице. Почти напротив заведения Марине он заметил маленький задрапированный бар, который удивительным образом затесался среди ночных клубов. И в этом баре, почти у самого окна, комиссар разглядел двоих мужчин, Нисуа и Пепитто. Того и другого редко можно было встретить в такую рань, да к тому же в подобном месте. Через минуту он открыл дверь ресторанчика напротив и тут же увидел в глубине зала крестьяне вместе с молодым новичком по имени Рене Ликер, которому дали кличку «Считовод», потому что парень одно время работал в каком-то марсельском банке. В подобного рода делах лучше ничему не удивляться. Мегре поднес руку к котелку и поприветствовал собравшихся. Он решил, как добрый завсегдатый, пропустить стаканчик. «Как дела, Люсьен?» Все это не помешало Мегре заметить, что салфетка дрожала в руках у хозяина, а уборщица, внезапно выпрямившись, крепко стукнулась головой о стол. «Много народу было ночью. Дай-ка мне кофе и маленький кальвадес». Потом он зашел на кухню. «Как дела, Марине? Видел я, тебе разбили зеркало там над прилавком». С первого же взгляда он заметил, что зеркало разбито выстрелом из револьвера. «Это случилось уже давно», — начал торопливо объяснять Люсьен. «Какой-то тип, которого я и знать не знаю, только что купил револьвер и даже не подозревал, что тот заряжен. Затем события стали развиваться медленнее. Мегре сидел там уже более четверти часа, а присутствующие не перекинулись и двумя десятками слов. Прислуга продолжала уборку, Люсьен стоял за прилавком, Марине возилась на кухне, а комиссар курил свою трубку, пил кальвадос, время от времени подходил к двери, чтобы бросить взгляд на бестро напротив, и вновь возвращался к печке. Он знал дом, как свои пять пальцев. У Люсьена были в Марселе неприятности, но потом он купил лицензию и открыл на Монмартре этот ресторанчик, который обслуживал вместе со своей женой. Туда быстро нашли дорогу старые дружки, но большей частью, как и он, остепенившиеся и почти превратившиеся в буржуа. Таков был и крестьяне, который десять лет назад во время ареста, не моргнув глазом, ударил на гре кастетом, а теперь владел двумя домами в Париже и еще одним в Барселанет. Почти то же самое относилось и к тем двоим, что сидели напротив, особенно к Несоа, который владел такими же домами, что и крестьяне, но, к своему несчастью, конкурировал с ним. В преступном мире поговаривали, что Несоа принадлежал к банде марсельцев, в то время как крестьяне был главарем корсиканцев. «Скажи-ка, давно ли твой дружок сидит напротив, у Авернца?» «Какое мне дело до этих людишек?» с презрением отвечал крестьяне. «Возможно, что и никакого, но у него, сдается, есть к тебе какое-то дело. И видишь ли, если б я не знал, что ты настоящий мужчина, то подумал бы, будто ты не выходишь отсюда лишь потому, что он засел там, в бестро?» «Шло время». Мегре сделал глоток кальвадоса. «Да, я так и предполагал. Этой ночью по какой-то причине вы все вляпались в скверную историю. А поскольку Несоа и Пипитта ждут вас снаружи, вам пришлось ночевать здесь, на скамейках». Продолжая говорить, он подошел к щитоводу и ощупал подкладку его пиджака. «Я только задаю себе вопрос, что же такого могло произойти? Ведь всем известно, что Люсьен не любит шума, да и ты уже не тот человек, который пошел бы на мокрое дело. Кстати, брат Мартина, который вчера вечером отплыл на остров Ре, шлет тебе привет. Какой сердечный тон, само благодушие. Только вот Кристиан не вздрогнул, а Мегре, воспользовавшись тем, что щитовод вскочил, обшарил его карманы и выдащил оттуда крепкий финский нож. «Опасная штука, сынок. Не стоит разгуливать с такой игрушкой. А у тебя, Кристиане, нет ничего такого в карманах, чтобы ты хотел передать мне». Кристиане пожал плечами, вынул револьвер Смит и Вессон и протянул его комиссару. «Гляди-ка, одной пули не хватает. Несомненно, той самой, что разбило зеркало. Меня удивляет одно, что ты не зарядил револьвер и не потрудился почистить ствол». Он сунул нож, кастет и револьвер в карман пальто и с непринужденным видом принялся шарить по всем углам, даже открыл холодильник и кабинку телефона. Но более всего он задал работы уму. Он старался понять. Он выдвигал гипотезы, которые затем отбрасывал одну за другой. «Ты знаешь, что Несуа сообщил Мартино, будто его брата сдали?» «Так, во всяком случае, мне рассказали совсем недавно. Я не стану тебя задерживать, но предупреждаю, чтобы ты не попадался ему на глаза. У парня могут быть к тебе претензии, и у него привычка всюду таскать с собой оружие». «К чему это вы ведете?» буртнул крестьяне, который внешне был так же спокоен, как и Мегре. «Ни к чему. Мне бы хотелось повидаться с Мартино. Не знаю, почему, но мне очень любопытно было бы повидаться с ним». Приготовившись ждать, он убедился, что никто, ни живой, ни мертвый, не был спрятан ни в ресторане, ни в кухне, ни в комнате Люсьена и Марине. В половине десятого расцельный принес ящик с аперитивами, и почти тотчас же огромный желтый фургон «Вояж Дюшмен» остановился перед домом и отъехал чуть позже. «Принеси-ка мне кусок колбасы, Марине, из тех, что ты сама коптишь». Вдруг Мегре нахмурил брови, в зале возник новый персонаж, который удивился не менее комиссара. «Откуда ты взялся?» «Я?» «Я лежал в постели». Это был Фред, сообщник крестьяне по некоторым делам. Он лгал, потому что Мегре точно знал. В комнате только что было пусто. «Насколько я вижу, — буркнул комиссар, — вы так привязались к этому кабаку, что ни на минуту не желаете расставаться с ним. Давай и ты свою пушку!» Фред поколебался, но протянул револьвер. Тоже Смит и Вессон. Но тут все патроны были на месте. «Вы вернете его мне?» «Возможно. Это будет зависеть от того, что мне скажет Мартина. С минуты на минуту он будет здесь. Да, я назначил ему здесь свидание». Он вгляделся в лица всех троих и заметил, что Рене Ликер побледнел как смерть и отхлебнул из своего стакана. Еще одно усилие. Чего бы это ни стоило, следовало найти решение. И Мегре нашел его, глядя на улицу, по которой с грохотом шел грузовик. «Сними трубку!» приказал он крестьяне. Он не хотел сам заходить в кабину, чтобы не упускать из виду своих пташек. «Набери номер уголовной полиции. позови Люка». «Он ответил?» «Передай мне трубку». Провод, к счастью, был достаточно длинным. «Это ты, Люка?» «Срочно позвони в «Вояж Дюшмен». надо найти фургон, который что-то привез на улицу пегаль или взял оттуда какой-то груз. Ты понял? Посмотри, что там такое. И побыстрей. «Да, я пока останусь здесь». И он добавил, повернувшись к кухне. «Но что колбаса, Марине?» «Сию секунду, комиссар!» «Сию секунду!» «Не думаю, чтобы эти господа захотели полакомиться. Вряд ли я ошибусь, если скажу, что у них пропал аппетит». В десять минут двенадцатого все еще находились на своих местах, включая Несуа и его товарища, которые торчали в кабачке напротив. В одиннадцать часов одиннадцать минут Люка, очень взволнованный, выскочил из такси, толкнул дверь и подал на Грэ знак, что имеет ему сообщить нечто крайне важное. «Можешь говорить при этих господах, они наши друзья». Я... Я нагнал фургон на бульваре Рошашуар. Они сменили номера, погрузили чемодан. Им звонили из этого дома. Жилец с четвертого этажа господин Бешвель. Огромный чемодан, скорее кофр, который им поручили на малой скорости переправить в Кимпер. «И ты, конечно же, отпустил их на все четыре стороны», пошутил Мегре. «Я заставил их открыть чемодан. Там лежал труп Мартино, брата». «Знаю. Дальше». Доктор Поль был у себя и тут же приехал. «Вот пуля, которую извлекли из раны». Мегре с равнодушным видом ощупал пулю и пробурчал себе под нос. «Браунинг калибра 6.35. Видишь ли, какая незадача. У этих господ, которые провели всю ночь здесь, только Смит и Вессоны. Нельзя было предвидеть, что он собирается делать дальше. Даже сейчас случайно вошедший человек ни за что не догадался бы, что здесь происходит драма». Люсьен по-прежнему стоял за стойкой, выдумывая себе все новые дела. «Сказать тебе, что я об этом думаю? Только между нами, ладно?» Этой ночью Мартино слишком много выпил. Ему втемяшилось в башку, что его брата отправили на каторгу из-за крестьяния, и парень явился свести с ним счеты. А поскольку нервы у мальчишки шалили, то с ним случилась беда. Понимаешь? Люка тоже спрашивал себя, к чему комиссар клонит, а крестьяния закурил сигарету и выпускал колечки дыма с самым непринужденным видом. Но Несуа и Пипитто ждали на улице. Войти они не рискнули, предпочитая караулить снаружи. Теперь понял? Вот почему наши друзья здесь присутствующие спали на скамейках. Несуа же тем временем разгуливал по улице, а на рассвете угнездился в кабачке. Больше всего хлопот доставил злосчастный труп, который никак нельзя было подкинуть Люсьену. Как бы ты избавился от него, а, крестьяне? У тебя голова варит? Крестьяне презрительно пожал плечами. Отвечай, Люсьен, что это за бешвель живет на четвертом этаже? Так, немощный старикашка. Я так и думал. Ранним утром кто-то поднялся к нему и дал понять, что ему лучше никуда не показывать носа. Пока все в доме спали, труп затащили наверх через черный ход и запаковали в кофр старика. Потом позвонили в вояж дюшмен. Пойди-ка справься на четвертом этаже, правда ли это? Уверен, что ты получишь описание примет нашего друга Фреда, который взял на себя эту работенку. И что это доказывает, проворчал Фред? Это, конечно же, не доказывает, что именно ты его замочил. Маринэ, дай им все-таки колбасы. Я отвезу их на набережную Орфевр и продержу там какое-то время. По-прежнему никакой трагедии. Минкассатор зашел, переговорил с Люсьеном и ничего не заметил. Ты так ничего и не скажешь мне, крестьяне? Нет. А ты счетовод? Ты впервые влип в такое серьезное дело. Не понимаю, о чем вы говорите, сказал паренек прерывающимся голосом. Ну, тогда остается только ждать Люка. И они стали ждать. Пара напротив дожидалась тоже. Движение на улице сделалось более оживленным. Небо чуть-чуть прояснилось и в помещении стало светлее. Надо же, Люсьен, чтобы такое случилось именно у тебя. Не стоит бить зеркала. Это плохая примета. Люка вернулся и сообщил. Все точно. Я нашел несчастного старикашку с кляпом во рту. Он описал приметы Фреда, но ночью заходил еще один, которого он не рассмотрел. Они накинулись на беднягу, когда тот еще спал. Чудесно. Вызывай такси. Погоди. Позвони заодно в управление, чтобы прислали кого-нибудь проследовать за теми, что напротив. Неровен час затеют перестрелку. Мегре почесал в голове, обвел взглядом троих головорезов и вздохнул. Скоро мы, возможно, узнаем, кто из вас стрелял. Мегре, с видом человека, у которого вдоволь времени и нет никаких забот, очистил один из столиков и разложил на нем целый арсенал. Кастеты револьвер крестьяне, револьвер Фреда, а чуть поотдаль финку ликера. Только не волнуйся, малыш, сейчас я тебе кое-что объясню, бросил он последнему. Юноша, казалось, вот-вот лишится чувств. Это твое первое дело, но, скорее всего, не последнее. Видишь этот револьвер? Он точно принадлежит крестьяне, человеку опытному, который не станет баловаться с мелкокалиберным браунингом, из которого застрелили Мартино. Фред тоже тертый калач и предпочитает настоящее оружие. Когда началась потасовка, крестьяне выстрелил, но его, должно быть, схватили за руку, потому что он попал только в зеркало. Потом ты из своего маленького браунинга... браунинга... У меня нет никакого браунинга, с некоторым трудом проговорил щитовод. Вот именно. У тебя потому и нет пистолета, что как раз ты-то и стрелял. Фред сохранил оружие, потому что знал, оно докажет его невиновность. Крестьяне даже не вычистил ствол. Хотел показать, что он сделал всего один выстрел и никого не задел. Оба прекрасно знают, что такое баллистическая экспертиза и ведут себя соответственно. А вот тебе необходимо было избавиться от твоего револьвера, потому что с его помощью можно было бы доказать, что убийца ты. Куда ты его дел? Я? Я не убивал. Я спрашиваю тебя, куда ты дел пушку? Пусть Крестьяне даст тебе совет. Тебе не вывернутся. Давай, лучше выкладывай на чистоту. Никакого браунинга вы не найдете. Мегре с жалостью посмотрел на него и прошептал еле слышно. Ах, дурачок. И впрямь дурачок, ведь Мартино прицепился вовсе не к нему. Мальчишка выстрелил только за тем, чтобы показать друзьям свою удаль. Когда Люка вернулся, Мегре сказал ему в полголоса, ищи везде, особенно на крыше. Они не столь глупы, чтобы спрятать оружие у Люсьена или у старикашки. Да, в конце лестницы есть слуховое окно, которое выходит на крышу. И он вывел задержанных в то время, как двое-трое прохожих, с виду вполне безобидных, следили за кабачком напротив. Крестьяне в своем пальто из верблюжьей шерсти выглядел как добрый буржуа, которого арестовали по ошибке и вскоре отпустят с извинениями. Фред хорохорился, счетовод был взвенчан до предела. Дело было самое простое, совершенно классическое. Мегре всегда считал, что если бы не случай, 50% преступников избегали бы наказания, а если бы не доносы, остальные 50% разгуливали бы на свободе. Шутка звучала довольно-таки остроумно, особенно когда Мегре произносил ее своим густым добродушным басом. В этом деле сыграл свою роль донос, а потом и случай позволил комиссару заметить желтый фургон «Вояж дюшмен». Но не приходилось ли кое-что и на долю колоссального опыта, знания людей, того, наконец, что называется чутьем. В три часа дня Браунинг нашли на крыше, куда его и в самом деле забросили через слуховое окно. В половине четвертого счетовод признался, отчаянно рыдая, а крестьяне, давая адрес знаменитого адвоката, заявил, «Увидите, я не потеряю на этом деле и двух часов». Мегре вздохнул, не глядя на него, а я, помнится, потерял два зуба при столкновении с этим американским кастетом. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч январь 2022 года. проектов. Редактор субтитров Корректор А.